Приветствую, братья и сестры! Я сегодня хотел бы говорить на тему, кому мы подражаем. И сейчас читаю я Евангелие от Иоанна, и в этой книге Евангелие от Иоанна я хотел бы просмотреть именно те истории, которые больше всего говорят о подражании Иисусу Христу. Если посмотреть Ветхий Завет, то весь Ветхий Завет написан в историях. И именно в историях Бог открывается человеку. Интересно то, что и в Новом Завете мы видим очень много историй. Именно в историях мы можем увидеть очень много тех полезных таких моментов, которым мы могли бы подражать и часто не подражаем. Я хотел бы посмотреть несколько текстов, это записано Евангелие от Иоанна, 4 глава с 31 по 34 стих. Евангелие от Иоанна, 4 глава с 31 по 34. «Между тем ученики просили Его, говоря, рови, ешь. Но Он сказал им, у Меня есть пища, которой Вы не знаете. Посему ученики говорили между собою, разве кто принес Ему есть?» Иисус говорит им, моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершать дело Его. Интересная вот история, о которой мы читаем в Евангелие от Иоанна. Иоанн записал, Иисус Христос идет из Иудеев в Галилею через Самарию. Как правило, этой дорогой мало кто ходил. Но Иисус Христос, Он пошел этой дорогой. И когда Он шел этой дорогой, то это, скорее всего, был такой жаркий день, когда им захотелось пить, кушать. Они сели там у колодца. И когда они сидели, то ученики договорились, что они пойдут в город, купят пищу и принесут, покушают. Но Иисус остался там один. И когда Он остался, то пришла туда одна женщина. И вот завязался разговор. И беседуя с этой женщиной, она вдруг начала понимать, что она беседует с Мессией. Для нее было настолько... Он очень, знаете, так вот умело начал ей показывать о том, что Он является Мессией. И когда они вот уже беседуют, она наконец-то действительно понимает, что это Мессия. И она оставляет свой кувшин с водой и идет в город для того, чтобы людям всем сказать о том, что она встретила Мессию. И вот когда она ушла, приходят ученики. И вот, знаете, ученики пришли, и они приносят еду и предлагают учитель, ешь, а он не ест. Интересная такая ситуация происходит, а он не ест. И они начинают между собой говорить, может, кто-то принес ему поесть, что он не хочет есть. Знаете, какую мы здесь можем увидеть пример для нашего подражания? Друзья, то, что я увидел в этом примере, очень хорошее такое подражание, это то, что для Иисуса Христа очень важна душа человека. И тогда, когда он начинает беседовать, это своеобразная борьба, борьба за душу, переживания, это молитвы, это постоянное такое размышление, о чем нужно сказать. То есть это такое трезвое размышление постоянное. И вот для Иисуса Христа душа была настолько важна, что он даже не захотел и кушать в это время. То есть это хороший такой пример для подражания, что отказываться от пищи сегодня, ну не все могут отказываться от пищи, и вообще мы все как люди очень любим поесть, но, знаете, иногда тогда, когда стоит цена души, стоит действительно отказываться от пищи ради спасения души. Это тоже хороший такой вот пример. Еще один пример для подражания, это Евангелие от Иоанна, 5 глава, 2, со 2 стиха по 3, и с 5 по 9. «Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вефезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнал, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Так, Господи!» «Но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И он-то сейчас выздоровел, взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Еще одна история. История очень интересна тем, что Иисус идет в Иерусалим. И в Иерусалиме есть эта купальня, Вефезда. В этой купальне находятся люди, как правило, обездоленные, как правило, те, которые очень больны, которые потратили все свое имущество, все свои сбережения, деньги для того, чтобы выздороветь, и так и не смогли. И это последняя надежда, когда они пришли и понимают, что вот возмущение воды – это единственная надежда, которая им поможет. И туда, как правило, обычный человек туда не заходит. Там неинтересно. Потому что зайдя туда, это зайти, значит, увидеть очень много больных, очень много нуждающихся. Там нужна помощь. Это нужно помогать, служить. Туда мало кто туда заходит. Но Иисус почему-то идет туда. И он заходит туда, и интересно, что там очень много было больных, но он находит человека, который был самым больше уже без всякой надежды. Человека, который пролежал там 38 лет. Скорее всего, он попытался спуститься, когда бурлит вода, может быть, не раз, и не один год он туда пытался спуститься, но безуспешно ничего не получилось. И когда это он делал попытки за попытками, пришло такое состояние, когда пришло разочарование. Он начал понимать бессмысленно. А зачем это делать? Все равно кто-то более сильнее, у кого-то больше здоровья, кто-то все равно меня опередит. Какой смысл дальше это делать? И вот приходит Иисус, и к этому человеку подходит и говорит, хочешь ли быть здоров? Он говорит, конечно, хочу. О чем разговор? Но за 38 лет не нашлось ни одного человека, который помог бы мне. Может, ты мне поможешь? Помоги мне, вот когда будет бурлить вода, чтобы я первый вошел. Иисус говорит, я хочу тебе помочь. Знаете, в этом тоже очень хороший пример для нашего подражания. Идти туда, где есть нужда. Идти туда, где нет надежды. Идти туда, где у людей нету, то есть потеряно всякий смысл жизни. И Иисус это делал в своей жизни. И мы видим, что Он приходил, и Он участвовал в нуждах и в трудных обстоятельствах людей. И таким образом Он помогал людям. Это хороший пример сегодня для нас. Еще один текст, который я хотел бы прочитать из жизни Иисуса Христа. Это Иоанна, 5 глава, 16 по 17 стих. И стали иудеи гнать Иисуса, искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. И Иисус же говорил им, Отец мой доныне делает, и Я делаю. Интересные слова Иисуса Христа. Отец мой доныне делает, и Я делаю. Когда Он проповедовал и делал очень много добрых дел, то люди не особо хорошо, особенно священники, первосвященники, фарисеи, саддукеи и многие другие начальники, они видели в нем конкурента прежде всего. И они хотели Его просто убрать, убить, чтобы Он не мешал им. Но интересна реакция Иисуса Христа здесь. Очень интересная. Почему Иисус Христос вообще все это делает? Почему для Него это так важно делать? Первое, почему? Он говорит, потому что Отец мой доныне делает. Он видит своего Отца творящим по сегодняшний день. И Он говорит, поэтому и Я делаю. Его мотивация делания, это не потому что Он хотел себя прославить или каким-то образом что-то показать. Он говорит, моя мотивация, потому что Мой Отец делает, и поэтому и Я делаю. Это тоже хорошая мотивация сегодня для нас подражать, потому что наш Господь и сегодня, Он царствует, Он сегодня ходатайствует, Он служит каждому из нас, и поэтому и мы будем делать. Еще один текст, это Иоанна 5, глава 30 стих, здесь говорится о том, «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. Суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего Меня Отца». То есть в этом стихе также Иисус Христос говорит о том, что Он ничего не делает, вот сам решил или сам захотел что-то сделать, и сам и начинает что-то делать. То есть ничего абсолютно Он не сделав без совета или без разрешения того, что Отец Ему сказал. То есть мы видим, что Он сам о себе свидетельствует, что Он не ищет своей воли и не делает свою волю, но Он ищет, как угодить своему Отцу. И еще один текст, похожий здесь, Иоанна, 5 глава, 6 стих по 10. «Иисус, возведя очи, и увидел, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, «Им на 200 динаров недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки, но что это для такого множества?» Иисус сказал, «Велите им возлечь, было же на том месте много травы». И так возлегло людей числом около пяти тысяч. В этом тексте интересно то, что Иисус Христос не только... Ну, прежде всего, давайте с другой стороны я хочу начать. Кто вообще за Иисусом Христом следовал? Как правило, за Ним следовали бедные люди. Следовали те люди, которые не имели достаточно еды. Они часто шли несколько дней, до трех дней для того, чтобы послушать Иисуса Христа. И у них не хватало еды для того, чтобы часто они оставались голодными. И Иисус Христос об этом знал. И тогда, когда Он видел, что люди пришли, их очень много, и они... Почему я думаю, что это были бедные люди? Прежде всего, Иисус Христос умножил... Знаете, Он умножил не колбасу, Он умножил не оливье, Он умножил не что-то такое, знаете, какие-то блюда. Он умножил всего лишь хлеб и рыбку, и рыбки. Не написано даже рыбы, рыбки, маленькие рыбки. И люди были довольны. Они счастливы были есть такую рыбу, то есть такую пищу. То есть мы понимаем, что это были люди достаточно голодными, и они были счастливы такой еде. И исходя из этого, я беру такой пример сегодня из жизни Иисуса. Прежде всего, Он участвует в нуждах людей. Он участвует в нуждах, Он видит нужду, и Он старается восполнить. Каким путем Он восполняет? Это Его сегодня... То есть у Него были такие возможности так восполнить нужду. У каждого из нас есть другие какие-то возможности, каким образом можно восполнять нужду. Еще один такой очень важный момент, что я здесь увидел. Увидел, что Иисус Христос задает своим ученикам вопрос, где купить столько пищи? Странный вопрос. Или где взять столько пищи? И там как бы все в таком размышлении, где взять столько пищи? Ведь это же невозможно столько еды взять. Это на 200 динаров не хватит, чтобы купить столько еды. То есть этим самым Иисус как бы тренирует своих учеников. Он как тренер. Он как тот, который уже помогает ученикам посмотреть на ситуацию по-другому. Знаете, мы иногда узко очень смотрим на ситуацию. Но Иисус иногда задает такие вопросы, которые, знаете, раскрывает нас кругозор. Совсем по-другому мы можем увидеть эту ситуацию. Еще один текст, это Иоанна, 8 глава, 49 стих. Иисус отвечал, «Во мне беса нет, но я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня». Во всех словах и поступках Иисус Христос Он постоянно старался угодить Своему Отцу. Он постоянно старался почтить Своего Отца. И для некоторых людей это оказалось безумством. То, что Он делал, другие люди, смотря на Него, думали, Он какой-то ненормальный, с Ним что-то не в порядке. Но Иисус Христос, Он говорит, «Я чту Отца Своего». И сегодня это хороший пример для нас чтить нашего Господа. Это очень важный момент. Знаете, сейчас хотел бы посмотреть на другую сторону. Это мы смотрели на Иисуса Христа, на подражание Иисусу Христу. Но есть другое, это дьявол. И я хотел бы, чтобы мы посмотрели еще на одну личность и посмотрели на то, что Он делает. Это Иоанна 8 глава, здесь же 38 стиха из 45 по 46. Иисус говорит такие слова, «Ваш Отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти Отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит Он ложь, говорит свое, ибо Он лжец, и Отец лжи. А как Я истину говорю, то не верите Мне. Кто из вас обличит Меня в неправде?» Интересные такие слова Иисус Христос говорит о дьяволе. И Он говорит о том, что дьявол – Отец, то есть он человекоубийца. Он называет его человекоубийцем. Скажите, когда он стал человекоубийцей? Во время того, когда он подошел к Еве и начал с ней такую лесную беседу. И с того момента он ее, там здесь написано, Иоанн является отцом лжи. То есть он такой ложью обманул Еву. Он ложью обманул и Адама. И тогда, когда он это делал, он, знаете, он очень искусно, он преподносил, знаете, как что-то доброе, как что-то, как он помогает, как вот он беспокоится за них, как он вроде бы хочет что-то доброе для них сделать, но имеет при этом какую-то свой умысел и свою цель. дьявол никогда не делает никому ничего хорошо и бесплатно. Всегда, когда он что-то делает, он хочет вроде как бы помочь, но при этом со своим умыслом, чтобы забрать у тебя все. И вот интересно, здесь сказано, что он является человекоубийцей. То есть тогда, когда он отвлек или увел человека от Бога, человек с Богом порвали всякую связь, и таким образом он стал этим человекоубийцей всего-всего человечества на земле. И потом пришлось Иисусу Христу приходить на эту землю для того, чтобы принести этот дар-жертву за спасение человечества. И именно поэтому дьявол никогда никому не хочет дать что-то доброе, хотя он всегда делает вид, как вроде он кому-то помогает. Знаете, все христианство, оно разделено на два лагеря. Библия говорит, первый лагерь это пшеница, и второй лагерь это плевелы. Первый лагерь это овцы, и второй лагерь это козлы. Мы читаем, вы знаете, я размышлял над этими такими размышлениями, и я написал некоторые свои размышления по поводу двух лагерей христианства. Я хотел бы их зачитать для вас и просто для размышления. Это хорошая такая пища, мне бы очень хотелось даже услышать ваши размышления по поводу этого. Первый лагерь это те, кто любит Иисуса, любит Его Слово, стремится жить поистине. Для Него говорить ложь значит переступить через себя. Он как открытое письмо ему нечего таит. Он радуется с радующимися и плачет с плачущими. Его сердце открыто, чтобы послужить и помочь ближнему. Там, где люди обговаривают, как можно обманув ближнего неплохо жить, он убегает. Он чувствует, в этой компании может стать этим ближним. Его сердце находит радость и покой там, где есть честные отношения, где никто никого не унижает. Это первый лагерь, о котором я хотел бы прочитать. И вот есть второй лагерь, хочу тоже его прочитать. Второй лагерь это те, кто во всем ищут выгоду. Если кто-то помог ближнему, то им трудно поверить, что он сделал это без всякой выгоды. Они всегда делают все, чтобы их заметили и обратили на них внимание. Они, как правило, исчезают с тех мест, где нужна реальная помощь. Они оценивают человека, который правдами и неправдами умеет красиво выкрутиться с любой ситуации, как «Вот это молодец! Умеет же человек жить!» Как правило, эти люди заботятся только о внешнем благополучии. Самое главное, чтобы мне было хорошо, и на фоне других я выглядел не хуже. Познание Бога и Его путей им не интересно, так как они не собираются подражать Богу. Вся духовность таких людей в основном в традициях церковных. Все христианство связано в основном на церковных с церковными собраниями. Я абсолютно не против традиций, друзья мои, потому что знаю, что традиции всегда есть, всегда были, но человек, который строит все христианство свое только лишь на традициях, это очень опасный путь. И поэтому я хотел бы, чтобы мы действительно подражали прежде всего Иисусу Христу. Я в своей жизни стремлюсь подражать Иисусу Христу, и я хотел бы, чтобы мы вместе, прежде всего подражание, оно начинается с чтения Слова Божия. Знаете, сегодня это как-то стало непопулярно. Сегодня многие даже Библию не читают. Сегодня вот со многими общаясь, они посвящают работе столько времени, что я спрашиваю, а когда ты читаешь Библию? Он говорит, а когда ее читать? Это страшно. Мне, честно говоря, очень страшно, когда я такое слышу. Ну, а молиться, тем более, это уже перед сном, когда уже падаешь и совсем засыпаешь. Знаете, я бы очень хотел, чтобы наша церковь, она была церковью действительно подражающей Иисусу Христу. Аминь. Давайте мы помолимся. Отец наш небесный, мы дети твои, мы преклоняемся перед тобой, от всей души очень благодарим за твой приход наш Господь Иисус Христос на эту землю. Ты пришел и ты показал, как нужно правильно жить, как правильно мыслить, как правильно помогать, как правильно служить. Это твой путь, это твое действительно благословенное такое твоя жизнь, которая наполнена много радостью, много счастьем, Господи. Мы очень хотим подражать тебе. Благослови наши сердца, благослови Господь нашу церковь, благослови каждого брата и сестру, чтобы наши сердца прежде всего наполнились жаждой по тебе. Хвала тебе Бог наш. Аминь. 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 Благослови Продолжение следует...